Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Напомним, ранее ряды Кик пополнил Эксон Вследствие изменений состав протокольской команды насчитывает 6 человек И отныне Кик будет прибегать к ротации состава Все довольно просто, кто в лучшей форме, тому и доверит место за игровым столом Британская организация вынуждена расстаться с финским подразделением команды 4King Играющим в Counter-Strike Source по причине взаимных разногласий Окончательным шагом к расставанию послужил также тот факт, что один из активных игроков в скором времени отправится проходить службу в армии И команде, судя по всему, придется отказаться от напряженного графика тренировок Напомним, что с уходом игрока распадается сильнейший состав команды Как ни пытались поставить крест на Counter-Strike 1.6 подразделении Поляки Pentagram G-Shock Команда не смогла сдержать слово и заключила партнерское соглашение с амбициозными ребятами из крупной компании Скоро они выступят с дебютом на квалификационной части ESVC 2008 в Варшаве Где в отсутствии МИМ они имеют все шансы побороться за самые высокие места И попробовать получить проходной слот на финалы чемпионата мира Добро пожаловать в школу виртуального спорта Сегодня мы научимся делать различные фишки на карте D-Nuke Рассмотрим прыжок со скалы на скалу на карте D-Nuke Делается он так Разгонитесь и прыгните Во время полета зажмите правый стрейф и поведите мышкой вправо на короткое время Отпустите правый стрейф, зажмите левый и поведите мышкой влево соответственно Продолжайте безостановочно это делать, пока не приземлитесь Далее Давайте рассмотрим Банни Хоп По нашему распрыжка Вот как она делается Зажмите вперед для разгона Одновременно отпустите вперед Нажмите стрейф вправо Нажмите прыжок, колесо прокрутки Начните плавное движение мышки вправо Как только приземлитесь, нажмите прыжок Отпустите правый стрейф и зажмите левый Начните двигать мышкой тоже влево и так далее Для упрощения распрыга можно забиндовать прыжок на колесо мышки Теперь рассмотрим самую сложную технику прыжка Fast Running Этот прием позволяет передвигаться по карте быстрее, чем при беге с ножом Это Би Хоп плюс техника, рассмотренная в первом трюке Разбегаетесь, в полете делаете технику, рассмотренную в первом примере По приземлению делайте элемент Би Хоп Повторите Профессионалы этого дела получают преимущество в скорости перемещения по карте около 10-15% И это может быть существенным Так как на некоторых картах контры и терры прибегают в определенные места с небольшим интервалом Например, выход на длину на дасте Выполнение этой техники даст выигрыш около двух секунд Что может поспособствовать более острым рашевым тактикам На этом все Мы — виртуальная школа Учитесь на пятерке Пока бесплатно Разойдись! Смотрите далее Эта оптическая мышь вполне традиционная Ее достоинства в полной мере ощущаются в графических приложениях И, конечно, сегодня вы станете свидетелями игры между лучшей командой России Virtus.pro И самой молодой командой данного турнира Fragrate Представляем обзор киберспортивных девайсов Проводная мультимедийная Slim-клавиатура Defender M Accord с подсветкой клавиш Отличный выбор для тех, кто работает в слабо освещенных помещениях В мультимедийной клавиатуре используется ноутбучная мембрана с коротким ходом При этом сохранено наборное поле и стандартный размер основных клавиш Слим-клавиатура имеет 15 дополнительных кнопок Встроенное колесо прокрутки и кнопку управления звуком, сделанную в форме джойстика Руль Trustmaster Rally GT Pro имеет полноразмерный рычаг переключения скоростей Два усиленных прогрессивных и два цифровых подрулевых переключателя лепестка Имеется принципиально новая система силовой отдачи и три настраиваемые педали Руль позволяет испытать все ощущения от настоящей гонки Оттормаживаться, играть с цеплением, набирать скорость и даже заглохнуть все как в настоящем болиде Его также можно использовать как тренажер для обучения Джойстик SciTech X52 имеет полностью интегрированную компьютерную систему управления полетом Точность и эргономичность позволяют реалистично передать ощущения полета А программирование джойстика посредством программного обеспечения Обеспечивает эффект полного присутствия в кабине пилота Благодаря информативному и простому дисплею улучшен геймплей Кнопки с подсветкой в сочетании с улучшенным дизайном Позволяют насладиться игрой с комфортом и без усталости Оптическая мышь Razer Pro 1.6 вполне традиционная От классических моделей отличается разве что основными кнопками Существенно увеличенными и снабженными углублениями для пальцев Достоинства Razer Pro 1.6 в полной мере ощущаются в графических приложениях Постоянно работающий инфракрасный оптический сенсор С разрешением 1600 dpi Обеспечивает точное позиционирование И выдерживает максимальную скорость до 1022 мм в секунду Что обеспечивает более точное положение курсора Здравствуйте, уважаемые любители киберспорта Сегодня вам предстоит увидеть игру лучшей команды России Virtus.pro И самой молодой команды турнира FragRaid Явными фаворитами в этой встрече являются ребята из Virtus.pro Но посмотрим, может быть FragRaid смогут что-либо противопоставить грандам мирового киберспорта Опыт против молодости Состав команды Virtus.pro Колесников Алексей Алексей К. Лекс 21 год Филимонченко Виктор Виктор Ф. Салли 21 год Макаров Роман Роман М. Ромшке 19 лет Сухарев Иоан Иоанн С. Эдвард 19 лет Тесленко Даниил Даниил Т. Зевс 20 лет Virtus.pro Явные фавориты на московских отборочных и шансов выиграть у них в ранних турнирах очень мало даже у профессиональных команд Состав команды FragRaid Булатов Артем Илли Вилли 21 год Шеребченков Дмитрий Кождан 15 лет Корнеев Юрий Баал 15 лет Черников Александр ХДР 15 лет Михаил Пикельный ДВР 15 лет Фрагрейт очень известный на Миксру Они выиграли почти все Миксы с этого канала, но сейчас их противник совершенно другого уровня Так что остается лишь пожелать ребятам удачи Первый тур играется карта Д. Инферно Фр решают начать на террористов Атака идет на плент А Вначале на ребрах происходит одиночный размен, а далее ВП убили троих игроков Фр И не оставили им шансов на взятие раунда Счет 1-0 Далее FragRaid делают несколько эко-раундов Которые не приносят никакого результата ВП без проблем берут 4 раунда подряд Счет 5-0 Фр халдят Первый минус делает ДВРка, убив в коврах Лекса Фр делают атаку на плент Б Ромшки убивает Баала Или Вилли убивает ромшки, но далее Зевс убивает двух игроков Фр и тем самым решается у раунда в пользу ВП 6-0 И снова молодежь делает несколько пустых эко-раундов ВП спокойно берут 3 раунда подряд Счет 9-0 У ФР полузакуп И они делают рашбэ, где происходит двойной размен Оставшиеся игроки из-за неопытности плохого айма Не сдержали натиск Виртус Про И еще один раунд отдан Хотя был шанс размочить счет Итого 10-0 Произошел тройной размен Но FragRaid не хватает везения и сыгранности, как у противников И очередной раунд почти выигран Счет 11-0 В оставшиеся четыре раунда до конца первой половины игроки ФР не предложили ничего нового Счет 15-0 Произошла смена сторон ВП решают сделать раш на плент Б Кождену и ДВРу удается убить Деуса, Лекса и Сайли Но далее Ромшки убивает ДВРа или Вилли и Баала Поставлен плент ХДР убивает Эдварда, а Ромшки убивает ХДРа Кожден остался один на один с Ромшки Но последний убивает Кождена рандомным выстрелом в голову через ящик Красивую точку в этой игре поставила Ромшки, сделав минус 5 Итоговый счет 16-0 в пользу ВП Результат этой игры, конечно, был очевиден Но ребята из FragRaid не побоялись бросить вызов чемпионам Для них это бесценный опыт, а для Virtus.pro легкая разминка перед вторым туром Удачи Virtus.pro на финалах И пусть остальные игры будут такими же легкими, как это Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И, конечно, самое интересное Новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова